Разрешите вам представить выдающегося человека Николай Иванович Козлов. Добрый день, друзья мои. В моих привычках делать жизнь хоть как-то осмысленной. У меня полчаса, это безумно мало. Я постараюсь с вами разговаривать так, как я разговаривал с своими коллегами, друзьями, бизнесменами, которым хочу передать что-то быстро, дельное, что, дай бог, пригодится и тем более совсем пригодится. У меня будет просьба, если я говорю поднимать руки, то кто хочет получать результат, поднимать руки, чтобы я видел, кому что нужно, что не нужно. Первое. У кого есть сотрудники, которых вы точно уважаете, любите, цените, классные сотрудники. У меня точно есть. Я их точно люблю, ценю, просто как ценнейший капитал. Второе. А есть ли у вас разные сотрудники, которые вообще-то нужны, но иногда вызывают такие трудные чувства и, короче, проблемные. С ними нужно что-то, бывает, делать. Я хочу рассказать некоторые практичные вещи, что можно делать, чтобы нормальные сотрудники становились классными сотрудниками. А проблемные сотрудники хотя бы в конкретной ситуации превращались во что-то приличное, и с ними можно было быстро решать разные вопросы. Опыт большой. Мне было бы всего легче разыграть какие-то вещи на кейсах. На всякий случай, кто мог бы разыграть проблемного сотрудника при решении тех или иных задач? Вдруг. Отлично, тогда вот позовем. Ага, будет. Айтишник с особенностями личностными, предположим. И вот здесь есть традиционные ошибки и традиционные возможности, которые хочу вам показать. Буду рассказывать быстро. Задавайте вопросы сразу или потом любой вариант. Давайте работать в интерактиве. Так, куда переключать? Направлять? Понял. Хорошо. Первый пункт. Оказалось, что проблемные сотрудники разыгрывают в личностном плане всего две роли. Всего две роли. Вот просто смотришь, смотришь, у него либо одно, либо другое. Третьего практически не играют. То есть, либо они играют дурика, дурачка разыгрывают. Морда тупая, вопрос, а чё я? А мне не сказали, а я не знал, а вы мне не. Ага. И тупит. А когда человек тупит, до него как достучишься? По лбу стучать? Не сработает. Либо разыгрывает несчастную жертву. Несчастное лицо, а я же должен когда-то пообедать, а я вот меня все достали, а я устала, что же я отдохнуть не могу, а вы мне поздно сообщили, а вы до меня докапываетесь. Коллеги, знакомы? Думаю, что знакомы. Так вот, первое, что я удивился, и вам просто сообщаю, в розыгрыше, во-первых, в розыгрыше показан много раз, во-вторых, в реальной жизни, что могут делать уважаемые руководители, собственники, классные, в том числе эффективные? Они или злятся, или орут, или не обращают внимания и пробуют с ними договориться, будто это адекватные люди. ни первое, ни второе не работает. Ори, злись на них, не решают вопрос. Если ты будешь с ними говорить, как с разумными людьми, тоже не решают вопрос, они не будут с тобой разговаривать, как адекватные люди. И я хочу объяснить немножко, а что же тогда можно делать? Потому что, вот, скажем так, рядом со мной эти люди на счет раз или на счет раз-два-три вдруг превращаются в адекватных людей. Хочу подсказать, что действительно можно делать. Итак, да, ну здесь, если в разговорах с сотрудниками вы им это разрешаете, вы всегда будете неэффективны. То есть, первое, нужно быстро соображать, как только ты издалека или вот вблизи заметил, на уровне бровей, на уровне вот здесь губ, на уровне глаз сотрудник делает морду или какую, тупую или несчастную, тебе сразу сигнал. Стоп, дальше не ходи. Бестолковка. Это как на машине ехать, а здесь кирпич. Куда едешь? Там или гаишник, или пропасть. Нельзя. Разбирайся, думай, что делать. То есть, первое, дальше не разговариваем. Дальше в обычном варианте не разговариваем. Надо что-то делать. Что делать? Первое, традиционная стратегия, которая, ну так, кроме Ора, кроме Ора. Первое, помощь психотерапевта. Когда человек тяжелый, мы говорим, я вас понимаю, очень тяжелые условия труда, я вас очень люблю. Не волнуйтесь, мы вам повысим зарплату, освободим от этой работы. И мы же добрые, любящие люди. Не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, попейте чайку, за вас все сделают. Коллеги, нужно комментировать, что это не решение. Да, не решение. Добрые люди хороши, в бизнесе это разврат. Второе, запреты от полиции. Когда идет жесткий тон, говорит, прекратить, морду снять, чего там, глазки поправить, вспоминайте служебные инструкции, вы принесли ко времени, мне напомнить вам регламенты. Сотрудник дрожит, ненавидит шефа. Я правильно рассказываю? Бодро ненавидит шефа, энергично ненавидит шефа. Шеф отвечает взаимностью, но как-то кажется не решение. И есть здесь пунктик, который я назвал совет от Дона Корлеона. Вы знаете, правда, я долго думал, как описать вот тот стиль взаимодействия с сотрудниками, который используют очень опытные руководители, которые я безумно люблю использовать. Я искал слова. Какие варианты я искал? Чтобы, может быть, вы лучше меня понимали. Первое. А, хорошо, давайте так. Как-то еще давно с крупным издателем моих книг сидим в ресторане, он подзывает, говорит, официант, как за... Сережа, Сережа, мне вот нужно вот это и вот это. Сереженька, сделаешь? Слушайте, я никогда не думал, мне в голову не приходило, что с официантами можно так... Сережа, все, нормально, отлично, вот это убери, принеси вот это сюда, пожалуйста. Как с другом? Нет, не как с другом. Как со своим? Кем? Вот как сказать это? Личные отношения. Как с близким помощником, с уверенностью, что человек обязательно отзовется и поможет. Я подумал, как интересно. Вы знаете, сейчас я... Вот я скажу, я знаю, что все напрягутся. У себя в коллективе я в роли папы в любимой семье. Рядом со мной те люди, которых я люблю. Но другое дело, я папа очень строгий. И когда папа любящий и строгий, а дети, дети, потому что я их воспитываю, я их люблю, о них забочусь, папу сердить не хотят. И к папе относятся душевно, и тогда подойдешь к ним по-хорошему. Слушай, ну рассказывай, что у тебя случилось-то? Ага. Так, вот это ты прекращай. Эа, ты лучше, чем ты думаешь. Ага. Так, будут вопросы. Быстро ко мне подходишь. Услышала, да? Все, я тебя люблю и целую. Побежала. Все. Физиономия довольная. Вопросы решаем. Хорошо. Но семья у многих ассоциируется с бардаком. Но семья. Там же люди ссорятся, ругаются. Ну что такое семья? Близкие отношения. Что мы в бизнесе дружить будем? Мне коллега, который хорошо знает, мне говорит, Николай Иванович, а если мы скажем, что это не семья, а, не знаю, общение благородных, то ли рыцарей, то ли господ, которые, как люди благородных кровей, разговаривают и решают вопросы друг с другом. Они не базарят. Они общаются как по-свойски очень душевно, но внимательно и четко отслеживая, мы с тобой кто? Базар или благородные люди? Может быть это. Но последнее соображение. Я все-таки еще раз пересмотрел некоторые сцены из «Крестного отца». Слушайте, что-то я такое созвучие увидел тому, что делают, повторю, хорошие, опытные руководители. Такая душевность, такая теплота. У Дона Корлеона личные отношения с своими друзьями, подельниками, не знаю, как назвать. Личные? Близкие? Очень. Ближе не придумаешь. Душевные. Всех детей знает. Разговаривает душевно. Но с какой скоростью его слушаются? И у него порядок или бардак? Абсолютный порядок. Вот этот способ организации бизнеса и организации отношений. Очень личные отношения. Обязательно. Четкие прописаны регламенты. Но решение вопросов неформальное. А как вам сказать, по понятиям? Лучше доходит. Смотришь в глаза. Говоришь, да, без бардака. Мог сделать? Мог. Не втирай. Все, ты сообразительный. Побежал, сделал. Поднимите руки, кто встречал такой стиль, где-то примерно понимает, о чем я разговариваю. Спасибо. Господи, вот уже гораздо легче. Итак. Поэтому я бы, как один из таких первых шагов сказал, главное, что здесь нужно для себя принять решение. Как ты будешь выстраивать отношения с этим подразделением или с этими сотрудниками? Две основные формы действительно просто такое фундаментальное различие. Либо вы это подразделение, не знаю, отдел продаж, там что у вас, отделение айтишников строите. Либо как аппарат, либо команда. Это настолько разные конструкции. Смешивать их нельзя. Либо ты делаешь одно, либо другое. Либо у тебя родилась девочка, либо у тебя родился мальчик. Если рождается нечто среднее, называется, родила царица в ночь, не то. Вот как-то ни одно, ни другое. Так вот, эти отношения... Сколько наблюдал? Если руководитель строит только на основании четких регламентов и ничего личного, я плачу вам зарплату, ваша задача делать в соответствии с вашими служебными обязанностями, расписались и пошел, то дурика и жертву играют все стандартные сотрудники делают. Убеждался много раз. В команде, в хорошей, никогда пресекать проще. То есть, здесь очень интереснейшая вещь. Если вы не умеете строить личные отношения, то это называется, ты пошел дружить, и тебе на какой счет сели на шею? На счет раз. Начал дружить, тебе сели на шею. Но если ты умеешь дружить лучше, грамотнее, чем они... Как классно писал Лия Кока, говорит, у меня очень теплые отношения с сотрудниками, и они часто ко мне подходят сами. Но как только они подходят, и разговор длится больше 30 секунд, ни один сотрудник от меня не отходит, не получив себе новое задание. Я руковожу всегда, подходите ко мне дружить. Подходите, друзья. Подходите дружить. И от меня отойдете, не меня нагрузив, а себе получив новую работу. Но и поддержку обязательно. Потому что это не грузилово, а твоя работа сделать ту нагрузку и то направление мышления и души, чтобы сотрудник радовался. Ты его поднимаешь, ты им восхищаешься, и он делает свою работу с каждым днем только лучше. Ты приходишь на работу, смотришь на этих классных людей, а им здесь даже хочется работать. Некоторые домой не торопятся идти, потому что дома хуже обстановка, а на работе лучше. У меня запрещено... Запрещен негатив. Запрещены кислые морды. Запрещены наезды. А предписано относиться к людям по-человечески, поддерживать, помогать. Нельзя на себя плохо говорить, нельзя на других плохо говорить. Нельзя. Но не в режиме запретов, а в режиме... Слушайте, давайте хоть где-то построим нормальный отдел. Давайте хоть где-то будут люди работать с удовольствием, и будут честные отношения. Смотрите, что такое команда? У нас общая цель – эффективный бизнес, высокие доходы. Именно в этом режиме в свое время жил Генри Форд. Я поразился, когда в свое время в книжке по переговорам, от него менее известная книжка, я встретил абзац, где, оказывается, его пригласили на предприятие General Motors для того, чтобы он поговорил с рабочими, прекратить забастовку. Так, внимание, вы хорошо понимаете про компанию General Motors. В каких отношениях с компанией Форд? Форд. Это кто? Это конкуренты. Каким боком там оказался Генри Форд, и с какой стати он разговаривал с теми бастующими на General Motors конкурирующей фирме рабочими, чтобы они возвращали их с танка. У них были очень интересные отношения. Это все организовал Форд. Но у него был стиль разговора. И когда он говорил с рабочими, он говорил так. С вами нечестно поступает ваше руководство. Я поговорю с ними. Они поправятся. Они выплатят вам все деньги, которые они вам задолжали. Но сейчас у них денег нет. И чтобы они вам деньги выплатили, вы должны им заработать. Сейчас идете к станкам, зарабатываете деньги, а потом я, Генри Форд, вам обещаю, вам деньги все возвратят. Договорились? Вот это стиль! И вы знаете, что Форду верили и рабочие, и Америка. И поэтому в 1936 году всю Америку посадил на свои Форды Т. У нас, кстати, в каком году случилось, что мы всю уже Россию посадили на машины? Еще не случилось? Еще не посадили? Хорошо. Соответственно, мы свои. Вот эта идеология, где есть доверие и есть здравый смысл. Не все годятся в команду. И когда мы новых людей смотрим, мы хотим, мы сможем с ним сработаться? Я его представляю коллективу. Я спрашиваю, этот войдет сюда? Интересные отзывы. Некоторые говорят, да, это наш, берем. Про некоторые говорят, эо, убирайте. Не наш человек категорически. Некоторые говорим, переварим. Хорошая формулировка. Возьмем, сделаем своим, с которым можно работать честно, без вранья, без дуриков, без жертвы. Это коллектив еще будет делать и довоспитывать. Я честен с тобой, ты честен со мной. Дуриков и жертв не играешь. Ну, а если что, я тебя предупреждаю. То есть, это не детский сад. Это жесткая структура. Жесткая, где следят за порядочностью. Где следят за честностью. Где следят за отношением к делу. За отношением к себе. Я думаю, что это хорошая структура. И в такой структуре, я думаю, что у многих на уровне корпоративной культуры. Многие просто пишут, и это очень грамотно, некоторые фразы, которые у нас запрещены. И когда в вашем подразделении, в вашей организации объясняется, и вы объясняете, и коллектив объясняет, что такие фразы, а почему я, это все они, а что я мог поделать, я отошла только на минутку, я звонил, там не отвечают, они меня уже достали, но я не знаю, то это просто мы так не разговаривали. Но это делается не на уровне запретов. А на уровне так смотришь в глаза и говоришь, слушай, если так с тобой будет разговаривать, если ему не понравится, это не работа, это бардак. Так мы не делаем. Это не на уровне жестких вещей, холодных. Это на уровне порядочные люди так не делают. Мы порядочные люди. Мы хотим работать по-человечески. Вот понятие по-человечески в бизнесе может быть, должно быть. Коллеги, когда мы начнем с нашими коллегами-конкурентами строить отношения коллеги-конкуренты, а не враги-конкуренты. Кстати, поднимите руки, у кого есть не только враги-конкуренты, но и друзья-коллеги-конкуренты. Вот это вариант от цивилизованного бизнеса. И он начинается в каждой компании. Ну как же это, бывает, тяжело строить. У меня сейчас несколько руководителей в коучинге. Крепкие, большие, энергичные люди. Ну только вот даешь ему сразу ситуацию, и потом за человека боишься рядом с ним, убьет, задавит сразу. Называется, а поцеловать? А не сразу убивать? А если не торопясь разобраться? А по-человечески? И вот эти вещи нужно просто учить и рассказывать. Вот, например, хотя бы минимум, то, что на уровне формата, как принятые вещи в организации, можно и нужно приучить всех сотрудников. Вместо того, чтобы они приходили к вам с жалобами, и у себя в кабинете, у них в отделе, или на общем совещании, всем рассказали, давайте мы договоримся, есть простая формула, как подходите ко мне или к любому другому руководителю по любому вопросу вместо жалоб. Ладно, я пропускаю, там не знаю, говорим, в какой тайминг и прочее, говорим, в чем проблема? Коротко, какая у тебя проблема? Потом, варианты решения, по возможности три. Вы понимаете, как только от сотрудника требуешь, не только, чтобы он жаловался, а дал решение, он начинает, не торопясь ходить вокруг тебя, и уже думает, просто так лепить не будет, надо думать. Потом простые вопросы. Что тебе нужно от меня-то? Одобрение? Визу? Денег? Звонок куда? Ты что хочешь? Подумай, скажи, я тебе готов помочь, но ты сам подумай, что от меня хочешь. И что ты на себя возьмешь? Что ты-то сделаешь для того, чтобы эту проблему решить? Разумная схема. Кстати, снова, поднимите руки, у кого что-то похожее в организации есть, уверен, что есть. Помогает? Помогает. Обязательно. И вот такие вещи должны быть в формате нашей работы. Сейчас я это, может быть, откомментирую. Итак, я хочу сейчас, может быть, постараться еще раз сформулировать простую мысль. Если сотрудники просто работают, но вы не обращаете внимание на оформление, на окружение вокруг них, или с какими глазами, с какими интонациями, с каким телом они это делают, вы прокулитесь и получите дурные результаты. Наверное, вы знаете, есть такой феномен разбитых стекол. Если по улице много разбитых стекол и окна там, которые остались еще все в паутине, в пыли, что делают люди на такой улице? Плюют, дерутся, бомбят дальше, происходит бардак. Если вокруг нормальная чистая среда, люди ведут себя прилично. Кто, может быть, знает, в колонии Макаренко, это была классная вещь, он запрещал держать руки в карманах, запрещал прислоняться к стене, запрещал плевать. Ну вот, представь, стоит вот такой. Скажите, пожалуйста, какое-нибудь отношение к работе и к девочкам, когда вот такой прислонился и стоит? Неправильное отношение будет. Поэтому вначале что нужно сделать? Поправить. И когда с тобой сотрудник приходит и сидит, если он сел, развалился, и лицо кислое, вначале нужно его переключить. Смотрите, как конкретно переключать? Иногда можно поднять человека, и он с этой американской четверки слезет. И перевести его к окну. Спросить про другое хорошее, чтобы изменилось его выражение лица. Повторю, главное не допустить, чтобы ты с ним разговаривал, когда он тупой или жертва. Не пойдет. Повторю, конкретные варианты я могу показывать, рассказывать, я хочу донести хотя бы главное. Только если вы сделаете вот это правильное телесное обрамление, у нее будут правильные глаза, правильные интонации, только тогда вопросы пойдут решаться. Вот где ключик. А это как некоторые подсказки, которые в организации, когда кажется, вроде бы надо делом заниматься, а мы формальностями занимаемся. Формальностями, которые дают новую атмосферу. Такие простые вещи. Да уж, в начале самых простых вещей, как корпоративная культура, приходим без опозданий, все выполняем срок. Почему? Принято у нас так. Просто у нас порядок, а не бардак. Дальше. Не критикуем, не возражаем. Ой, друзья мои, я смотрю записи планерок, которые мне приходят, приносят, те, кто у меня в коучинге. Какое удовольствие смотреть. Догадайтесь, что там идет через раз. О чем вы думаете? Да коли будет продолжаться, да сами вы что? А если были люди приличные, то они знают. Решение вопросов начинается с того, что мы говорим сразу свое предложение, которое мы бы хотели предложить, причем финальное, что было бы итогом нашей встречи. Так разговаривать лучше. И когда мы хотим возражать, мы не возражаем, а или мы молчим, или говорим, с чем мы согласны, дельное, подсказываем, что можно делать лучше. Вот это наша корпоративная культура. И следим, чтобы это было обязательно в режиме формата, привычки, стиля. Глаза осмысленные, а не тупого дурика. И несчастных нет, есть люди думающие. Это правило нашей организации. Всегда собранность, всегда улыбка. Коллеги, если я увижу где-то, у меня в коридоре идет сотрудник, вот такой вот стоит. Я просто подойду, на него посмотрю. Знаете, с какой скоростью он поправится? Просто на счет раз. Потому что знают, что он с разгильдяев не держит. Слушайте, а это важно следить за тем, как сотрудник стоит? Поднимите руки, кому кажется, что это действительно важно. Вот как дресс-код и просто способ, как он ходит, смотрит, как у него глаза, какой корпус, какое тело. Вот эти вещи оказываются важными. Улыбка. Кто с кислой физиономией на работу пришел? Слушайте, а что можно делать? Вот я прохожу и всегда, как я иду на работу, вот сидят на ресепшене мои администраторы. Если только мне... Во-первых, стандартно я говорю, здравствуйте, солнышки! Если они уже улыбаются, они что, ответят? С улыбкой. Да. Если они не улыбаются, то на запрос здравствуйте, солнышки, они обязательно улыбнутся. Это же подсказка. И подсказка, и требования. Вот через позитив, через теплое отношение мы людей берем, формируем, как общая формула грамотного руководства. Это железная рука, но в какой перчатке? В бархатной перчатке. Вот так обнял, что не вывернешься. А самое главное, человек и не хочет выворачиваться, потому что ему рядом с тобой уютно и тепло. Вот такой бизнес хорош. Вот такой бизнес бодрит и радует. Говорим коротко, только по делу. Чувства убираем. Уж извиняйте, те, кто любит чувства на работе. Пожалуйста, чувства энтузиазма, чувство уважения к шефу, любовь к клиентам дозволяется. Все остальные, то, что называется чувствами, негатив, мы убираем. Снова, у кого похожая политика? Сколько будет рук, смотрю. Отлично, коллеги-единомышленники. Дурик и жертва не наша. Вместо жалоб подготовленный вопрос. То есть, когда ты не жалуешься, а говоришь, вот это лучше, вот это, вот это, рассказываешь варианты. И шефу все, чтобы ответить на этот вопрос. В принципе, достаточно пальчиком показать, что будет действительно шеф видеть лучше. Это не тупые жалобы, это продуманно. И ты приходишь к шефу с чем-то, то, что ты уже осмыслил. Но теперь единственное реалистичное замечание. Я это рассказываю и хочу кинуть идею-то. А это что? Везде такая культура должна быть уместна. Отвечаю, нет. И когда на тренингах я рассказываю, как строить команды, я начинаю с того, что отговариваю людей от строительства команд. Первое. Большинство это просто не умеет делать. Во-вторых, это дело дорогое, иногда просто неуместное. Смотрите, вот в большинстве организаций, сейчас завершаю, наверху, где есть свои люди, свой круг, свое ядро, там, да, там команду делаете. И там вот это будет та культура красивых, дельных, умных людей. Там это необходимо. Но хоть там создайте, чтобы было тот круг людей, которых вы уважаете, с которыми можно по-настоящему честно, красиво работать. Там доверие. Мы все вместе. Дальше. Средний уровень менеджмента. Вы знаете, там под вопросом. И там бывает рентабельно, бывает нет. И делать настоящие команды, это дорогие люди, долгое воспитание. И проще поставить более простые структуры. Да, там будут дурики, там будут жертвы, но гораздо дешевле. Наорал, в регламент воткнул, они все сделали, не нравится, пошел. Это некрасивая структура, но бизнес оправдан. И очень многие компании, которые пытались делать, по моим, в том числе, лекалам, команды по всей России, сломались. В провинциальных городках нет людей, с которыми можно строить командные отношения. Из алкоголиков команду не сделаешь. Никак. Они никаким местом не понимают, что это такое. У них нет базы для этого. Аналогично, если люди со стройки, слушайте, бывают на стройке потрясающие люди, но чаще это люди, которые могут делать команды только против кого-то. А вот так, чтобы было цивилизованное отношение, практически отсутствует. Поэтому то, что я сейчас рассказывал, это уровень или среднего менеджмента, или выше, где люди, в которых стоит вкладываться, и там это делать нужно. В других случаях забудьте все, что я рассказывал, и действуйте по-старому. Будет лучше. Спасибо за внимание. На самом деле у нас есть 5 минут на вопросы. На самом деле у нас есть 5 минут на вопросы, потому что Николай Иванович подумал, вот звук тут появился, это был у кого-то не выключенный мобильный телефон, это не мы вас подгоняли. Ага. Спасибо. Я заметил вашу реплику, сейчас закругляюсь. Да. Это, в общем, если я говорю о регламенте, наверное, ведущий сам должен по возможности регламент. Все прекрасно. У нас есть 5 минут на вопрос, ответы есть? Виктория, Зерцмедикл, медицинским оборудованием занимаемся. У нас похожая команда на тот принцип, который вы рассказали. Вот у меня к вам вопрос. Вы вот эти все правила формализуете? Это есть какая-то книга специальная или что-то? Висят на стене эти правила? Или они все в устной форме? Потому что вот моя устная форма зачастую все равно включают дуриков, жертв и так далее. Нам это не говорили, а я не думал и так далее. Вот как ответить? Дело в том, что поскольку я не просто основатель Синтона, его генеральный директор и так далее, но еще и играющий тренер, то я, проводя тренинги с руководителями, рассказываю с их сотрудниками и корпоративу провожу. У меня про это все прописано, но это в основном на слайдах, но слайды рассылаем, поэтому все эти книги в режиме презентации есть. Но реально, друзья мои, это идет не через тексты, не через книги. Это идет в режиме закваски. Чтобы сделать грамотный коллектив, для начала вам нужно три человека живых, ярких, горящих, которые делают ядро. Меньше практически нет. Если киньте одного даже хорошего человека в гнилой коллектив, что будет с ним? Его сожрут. Не он коллектив переделает. Вот три человека уже делают какое-то ядро и могут держаться и в режиме закваски, начинают перерабатывать остальных. Эти трое подтягивают четвертого, делают его своим. После этого ты подкидываешь пятого, образуется пятерка. Снова Макаренко писал, я говорю, с математической точностью могу сказать, когда мне нужны новые воспитанники в колонию. Только пришли новеньких, их сразу ждут. Люди, которые ценят свою культуру, они любят воспитывать, любят доносить, у нас работают так, у нас работают без халтуры, мы тебе поможем, включаешься с нами, работаем как следует. У них такой задор, щеки горят. И вот эти вещи, они доносят неформально, я не всегда знаю как, им самим хочется. Но если они встречают человека, который на любую вещь нет, возражают, ну сразу начинается такая веселая игра. Только ты сказал нет, у нас сразу три приседания, весь отдел встает, начинает приседать. Ну так отлично, сидеть все время, это плохо, 10 минутки все равно для здоровья полезны. И сразу человека включают. Конечно, не подумал, что сказал, у тебя все подразделение после тебя приседает три раза. Другой раз подумаешь и будешь говорить аккуратнее. Идет заражение, идет вовлечение, коллектив воспитывает. Но все презентации есть. Читай, изучай. Многие в семье начинают это внедрять. И когда видишь, что в семье хорошо работает, вот здесь на работе, это уже идет как естественный способ жизни. Один короткий вопрос от Романа. Вот. Да. Продаж. Насколько важно выстраивать вот эту команду с обычными менеджерами по продажам? Основная их задача – звонить, назначать встречи или о чем-то договариваться. Вот нужно ли им вот это? Минуту постарайтесь ложиться, пожалуйста. То, что вот костяк вверх. С менеджером по продажам я считаю это абсолютно обязательно. Если просто сотрудники работают с продукцией, там рисуют, точат, но это не человеческое общение, а предметное. Ладно, с ними можно выстраивать там любые аппаратные взаимодействия. Но если вы хотите продавать, то многие вещи начинаются с голоса сотрудника, с выражения его лица. Я вот прихожу куда-то, я смотрю в первую очередь на девочку, которая меня встречает. И вот если у нее лицо правильное, то я скажу, да, я хочу сюда идти. Но скажите, пожалуйста, откуда у нее будет правильное лицо, если с нею? Только что шеф побеседовал, и у нее нет привычки самой быть вот в этом формате теплоты и доброжелательности человеческих отношений. Поэтому именно с продажниками, это же святые люди, это основа нашей жизни, поэтому их любим. Настраиваем личную жизнь, настраиваем лицо, радость в душе, чтобы они хотели продавать ваши товары. А потом, когда сделали доброе дело, получаем от них деньги и продолжаем их любить и обнимать. Спасибо большое. С вами был Николай Иванович Козлов. Спасибо вам большое. Вам подарки от наших спонсоров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова